Очень большая работа. Впервые, наверное, в градостроительной практике принято решение о подготовке проектов планировки в отношении такой большой территории. Работа призвана к тому, чтобы упорядочить сложившуюся застройку, определить перспективы развития территории, которые подлежат реновации, определить перспективы развития незастроенных территорий. Задача этого проекта, повторюсь, упорядочить сложившуюся застройку, создать комфортные условия для проживания, для жизнедеятельности в целом горожан. В техническое задание мы включали определение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. То есть необходимо провести анализ, каким образом складывается ситуация и подготовить проектные решения о том, каким образом нам улучшить данную ситуацию. Вопросы рассматриваются в обязательном порядке о транспортной обеспеченности. То есть это вопросы реконструкции, строительства автодорог, в целом изменения транспортной инфраструктуры с учетом, безусловно, положения генерального плана, комплексной транспортной схемы, уличной дорожной сети, которые были ранее разработаны и утверждены. Самое важное, наверное, в проекте планировки, которое сегодня делается, такой масштабный проект выполняется, это обозначение тех территорий, которые нужны для социальных нужд, это садики, школы, поликлиники и другие социальные объекты, которые, в общем-то, рассчитаны и намечены генеральным планом, и, в общем, места определены. Но конкретно площадки координируются и могут быть зарезервированы, и уже, скажем так, сохраняется приоритет использования этой площадки, и никакими другими иными видами использования не может быть занято. Поэтому проект планировки обеспечивает, собственно, комплексность застройки территории, комплексность развития, более того, уточняется инженерная схема обеспечения, уточняются нагрузки необходимые, схема подключения к нагрузкам, озеленение более конкретно, потому что здесь выделяются в том числе территории общего пользования красными линиями. Если генеральный план, он обозначает их всего лишь зонами, зеленые зоны, о которых мы говорили, то в данном случае, как только они приобретают границу в виде красной линии, они приобретают статус, когда можно зарезервировать эту землю для данных целей и уже ее использовать. То, что сегодня в Красноярске происходит, это несопоставимо, потому что сегодня законодательство усложнилось, и сегодня Красноярск разрабатывает на достаточно большие части города проект планировки вместе с проектами межевания, в том числе на застроенную территорию, все в комплексе. Ну, как пример, один из проектов планировки, который мы экспертируем, его площадь 3,5 тысячи гектар, в общем, это очень значимая работа, которая требует и от исполнителей, которые выиграли муниципальные конкурсы, которые работают и разрабатывают на проект планировки проектами межевания, достаточно больших усилий и просто титаническая работа. Так и от администрации, которая как заказчик работает наравне с подрядчиком, ставя задачу, понимая все тонкости, которые на территории происходят, все проблемы, которые на территории, знает все проблемы и передавая их подрядчику для того, чтобы это все решить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...